МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, друзья, брат Боря будет вести он свою тему. Он сегодня посещает другую церковь, поэтому мы сегодня обратим наше внимание на Слово Божье. И мы прочитаем 1 Петра, 5 глава, 5 стих. 1 Петра, 5 глава, 5 стих. И пусть этот стих, он так и остается на мониторе, потому что практически мы будем только о нем говорить. Итак, друзья, также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. У нас сегодня, в принципе, одна тема будет. Мы сегодня, друзья, коснемся вопроса гордости. Если вы заметили, то на молодежном служении, которое было в воскресенье, молодежь касалась, два брата молодых, они говорили на эту тему. И сегодня, друзья, мы просто коснемся сегодня этого вопроса, качества гордости, последствия гордости, и через какие моменты эта гордость, она может проявляться. Но прежде чем, друзья, мы будем говорить о гордости, мы с вами остановимся, облекитесь смиренно мудрым. Потому что дальше написано, потому что Бог гордым противится. Итак, мы видим, друзья, человек, который не может или не облечет себя смиренно мудрым, дальше этот человек просто попадает. Просто, вы знаете, не в том дело, что он становится, а этот человек, он уже есть человек гордый. И таким людям Бог противится. Поэтому, друзья, мы немножко сегодня коснемся этого вопроса облекитесь смиренно мудрее. Потому что последствия горькие. Итак, друзья, прежде чем говорить о смиренно мудрее, там написано облекитесь. То есть я хочу очень коротко, буквально несколько предложений, сказать, облекитесь смиренно мудрее, друзья. Это, вы знаете, ну как вам сказать, это полное погружение. Если так можно сказать, это полное погружение. Иногда люди, занимаясь каким-то решением проблем или задач, или поставленной цели, человек конкретно, четко, он решает эти вопросы, он читает книги, он разговаривает с людьми, назначает, может быть, какие-то встречи, может быть, приглашает в дом людей, которые грамотные или компетентны в этих вопросах. То есть в любом случае, это человек, который имеет какую-то цель, а мы сегодня, друзья, имеем только одну цель. Только одна цель у нас. Это наша встреча с Господом. Другой цели у нас нет. И нужно быть готовым. Конечно, друзья, может показаться всем нам очень жестко. Тема жесткая, тема очень тяжелая. Может быть, кого-то сегодня она и коснется нас, друзья, и вы будете сидеть и такую мысль допустить, Господи, так как же тогда, или кто спасется? А как же тогда спасаться? А как же тогда быть, друзья? Я хочу вас успокоить. Это очень хороший вопрос, который приходит вам в голову. Это очень хороший вопрос. Действительно, друзья, как нам спастись? Наша задача быть смиренно-мудренным. Быть смиренным перед Господом, то есть послушным. А уже вопрос нашего спасения, это уже не наш вопрос. Наше послушание, а спасение это от Господа. Поэтому, друзья, помоги нам Господь сегодня понять, и чтобы нам действительно иметь такую цель в жизни, в которую мы просто полностью погружаемся. И другими словами, друзья, облекитесь, это поставить приоритетом, чтобы облечься в это смиренно-мудрее. Потому что, друзья, второе полустишье говорит, гордым Бог противится. Если нету смирения, то гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Облечься, друзья, можно еще назвать, когда человек имеет цель в жизни, он снимает с себя старое, а одевается в новое. То есть, друзья, со временем, да, Господь нас помиловал, Господь нас простил, Господь нас, может быть, избавил, но нам нужно хранить свою жизнь, нам нужно хранить свой дух, свою душу. И это, друзья, вопрос, о котором сегодня мы будем говорить, это духовная сторона. Потому что гордый человек, он гордый внутри, это дух человеческий, он гордый. У него на лбу не написано, что это гордый человек. Можно, друзья, узнать, что это гордый человек, если иметь какое-то с ним общение. Может быть, проявятся через этого человека какие-то действия невдобовразумительные. Но когда человек гневливый, когда человек, вы знаете, внутри озлобленный, у него даже на лице эта злость. Когда человек, он далек от Господа, его жизнь, она говорит о том, что он неверующий человек. Но есть такие вот вещи, друзья, они скрытые, то есть в человеке. Гордость на первый раз, ты пройдешь мимо человека, даже он незнакомый, там непонятно, есть гордый он или не гордый. Это внутренний мир, который не видно, но он проявляется в жизни. И вот как раз Бог через апостола Петра, он касается этого вопроса, чтобы человек, облекитесь в это смиренно-мудрее, чтобы у нас была встреча с нашим Господом. Друзья, смиренно-мудрее – это правильный образ мыслей. Вот в своей жизни человек обязательно рисует картины, рисует какие-то образы. И как бы мы ни говорили, или мы ни думали, друзья, все равно мы когда-то делаем себе оценку, может быть, мы смотрим себя со стороны. И вот как раз вот этот образ мыслей, который в нашей голове, по отношению к нам, здравый образ мыслей, то есть наше помышление, оно правильное, то есть мы думаем сами о себе, мы себе делаем оценку, и вот смиренно-мудрее – это правильный образ мыслей, по отношению к себе, и вообще, друзья, окружающего нас, этого мира, в котором мы живем. правильный образ. Когда человек правильно смотрит, когда человек правильно делает выводы, когда человек правильно, вы знаете, подходит, когда человек, он не оправдывает себя, когда человек, он не торопится делать какие-то поспешные выводы. Очень часто в последнее время встречается, когда разговариваешь, или когда касаешься какого-то вопроса, человек начинает себя оправдывать. Человек начинает объяснять, понимаете, друзья, объяснять, почему он вот именно попал в эту страшную ситуацию, почему он споткнулся или что его привело. И вот человек доказывает, он показывает и говорит такие слова, да ты должен понять меня, это не я, это они меня вынудили. Друзья, правильный образ наших мыслей по отношению к нам. Богу не надо вставать на колени, ему не надо говорить, Господи, ты видел, он не слепой. Не надо никому доказывать, правильный образ мыслей, это когда человек, он осуждает себя. То, что человек сделал, это плохо, но хуже всего, когда он себя не осуждает, то есть он себя не видит, и он о себе что-то еще думает, что он прав. И естественно, друзья, когда человек, он думает о себе правильно, естественно, друзья, он всегда будет думать и об окружающих, правильно. Потому что человек, он способен, если он в чем-то запачканный, ему всегда кажется, что он не такой, он не один. И ему кажется, что люди такие же самые грязные, или глаза грязные у них, или руки грязные, мысли грязные. Если человек таков, то ему кажутся и другие такие. Но когда у человека правильный образ мыслей, друзья, обратите внутренний наш мир, внутреннее наше поведение, это внутреннее хождение перед Богом, это не этими ногами, друзья. Мы сейчас за ноги наши не говорим, потому что ноги пойдут туда, куда наши мысли, куда наша голова направит. И вот, друзья, смиренно-мудрее человек правильно думает о себе. Правильно думает о себе на основании Слова Божьего. Вот его построенные мысли, не потому что он логический человек, не потому что он много книг прочитал, не потому что еще что-то, друзья. Это хорошо, что мы грамотные, что у нас, может быть, какие-то высшие заведения закончены. Это очень хорошо. Но есть одна высшая школа, духовная школа. Не физическая эта школа, друзья, а духовная школа, которая приводит нас, где наши мысли, они построены на божественной истине. Вот есть истина Божья, и мое правильное помышление, оно построено на этих мыслях. Итак, друзья, смиренно-мудрее – это одна из сторон. Есть такое слово «смирение». Это мы знакомы с таким словом. Смирение – это одна из сторон вот этого добродетеля. Смирение – это добродетель. И вот как раз смиренно-мудрее – это одна из сторон этой божественной истины, этого смирения. Смирение человек имеет в своем разуме Или даже можно сказать, смирение оно рождается у человека в уме Ум человеческий, и там рождается это смирение И потом это смирение, оно проявляется в жизни То есть оно приносит свои плоды Вначале мы говорили, если человек он зов И внутри, и внутри у него раздражение И может быть, каких-то первые пять минут мы этого не заметили Но потом то, что внутри, оно проявляется Недоверие, негодование И вот как раз, друзья, вот как раз смирение Оно и рождается в уме человека И оно потом проявляется и приносит добрые плоды Добрые плоды, друзья Это просто блаженное состояние Блаженное состояние духа, друзья Это дух человеческий Мы сейчас не говорим о духе святом Это дух человеческий, который имеет это блаженное состояние При участии или когда он имеет это облегшись в смиренно-мудрее Блаженное состояние духа То есть это тогда, когда дух человеческий Он пребывает в таком состоянии, где просто ему хорошо Где просто ему хорошо Нам очень хорошо известны дела плоти Нам также, друзья, хорошо известны вот эти вот дела нашего духа Дела плоти известны и помыслы духа нашего известны И вот мы говорим, что это два врага Плоть противится духу, а дух противится плоти И вот тогда, когда мы не кормим плоть свою А мы угождаем или делаем, поступаем по духу Человеческому духу Потому что дух, друзья Это он имеет дух жизни При совокуплении духа жизни с человеком стала душа живая Это Божья программа И поэтому дух человеческий, он торжествует Он радуется, когда он имеет эту духовную пищу Божественную духовную пищу Потому что, как мы уже очень много говорили, друзья Плоть, почему она требует Почему она иногда бунтует в нас Потому что она знает, что время жизни ее ограничено на этой земле И у нее есть своя родина А у духа есть своя родина Который должен будет возвратиться И, естественно, друзья Ему не безразлично нашему духу Где он будет проводить вечность Поэтому мы сейчас говорим Говорим, друзья Вот об этом состоянии Об блаженном состоянии нашего духа Когда наш дух, он получает это наслаждение Когда мы кормим его божественной истиной Тогда, когда мы пребываем там, где пребывает Господь Поэтому, друзья, вот такое состояние блаженного нашего духа Оно и помогает нам Оно и помогает нам правильно смотреть на себя И на окружающих нас мир Вот это блаженное состояние нашего духа Оно помогает нам, друзья Это уже последствия Оно помогает нам правильно смотреть на себя Блаженное состояние духа Это, друзья, очень чудесно И поэтому вот этот правильный образ мысли, друзья Он и привлекает Правильный образ наших мыслей Оно и привлекает вот эту божественную благодать Божественную благодать к нам Или в нас Вот это правильный образ наших мыслей Когда человек правильно думает По отношению к себе мы сейчас говорим Смиренно-мудрее Смиренно-мудрее То есть мы правильно думаем о себе И о окружающих людях Мы не торопимся никого осуждать Мы не торопимся кого-то клеветать Сегодня есть очень много причин, друзья Обижаться на государство Обижаться на начальствующих Но, друзья Правильный подход к этим, к мыслям И вот как раз, друзья Правильный образ наших мыслей Это и есть Это и есть, друзья Когда Божья благодать Она входит в нас И эта Божья благодать Она действует Потому что правильный образ наших мыслей Он открывает двери для Духа Святого И там происходит эта работа освящения Потому что, друзья, работа Духа Святого Он пришел в мир Чтобы обличить этот мир во грехе Конечно, друзья Слово Божье говорит Вы примите силу Конечно, друзья Мы об этом уже много говорили Но сейчас мне просто хочется сказать Что правильный образ мыслей Он как раз Как раз и привлекает к нам То есть мы привлекаем Бог видит этого человека С этими здравыми мыслями По отношению к себе И вот это и привлекает Божью благодать К человеку И Господь очень близок Господь его наполняет Господь ему открывает Вот почему Нагорная проповедь, друзья Она так ценна Она так ценна Потому что вот как раз там и описано Об этом здравом Об этом здравом образе Мысления Или помыслов человеческих Где человек видит себя Плачущим Он алчущий Он жаждующий Там 6-7 глава Матфея, друзья Это чудесные главы Чудесные главы Где сказано об этом состоянии Где просто Бог, Он нуждается Поэтому помоги нам, Господь, друзья И вот этот правильный образ Нашего помышления о себе И окружающих людях Вы знаете, друзья Он несет такие последствия Где вот этот божественный мир Друзья, божественный мир Он наполняет наше сердце Этот мир Божий Он просто входит в наше сердце Если мы говорили сейчас Действует Божья благодать То вот этот вопрос Смиренно-мудрее Облекитесь в смиренно-мудрее Вот это как раз состояние, друзья Оно дает право И открывает двери своего сердца Где вот этот божественный мир Он приходит в сердце человека И когда у человека мир И покой на душе Когда его дух в спокойствии С таким человеком Богу легко разговаривать Друзья, мы должны понять эту правду Мы должны понять эту истину Иногда доказывая свою справедливость Или иногда, может быть, доказывая свою невиновность Бесполезно разговаривать с человеком Бесполезно разговаривать с человеком Когда ты говоришь ему Ты в этом не прав У тебя будут такие последствия Человек начинает противоречить Он говорит, что ты не прав И вы знаете, при таких вот обстоятельствах Заканчивается разговор Но ведь мы, друзья, очень много говорим И слышим о том Когда мы молимся нашему Господу У Бога есть цель Чтобы разговаривать с нами Чтоб не мы только говорили Господу Но чтобы и Господь говорил к нам Когда Иисус Христос пришел к ученикам Которые сидели в горнице Закрытые И окна, и двери были закрытые Когда Он вошел Самые первые слова Он сказал Мир вам И вдунул в них этот мир Мир Духа Святого Потому что с людьми, которые, вы знаете, в трепете С ними бесполезно разговаривать Их просто было нужно Успокоить А только потом открывать последующие тайны Потому что человек Без внутреннего мира, друзья Он не способен не слышать Господа Он не способен не видеть Господа И Господь, Он хочет говорить Но когда нету этого мира Господь не может Он хочет подойти Но человек окружил себя Этими различными переживаниями Различными мыслями Он настолько окружил себя Он настолько облег себя Не вот этим О чем мы сейчас говорим Облекитесь Он настолько погрузился Он настолько такие баррикады построил Господь и хочет подойти Но не может Нету дверей Нету этого пространства Куда бы Дух Святой зашел И поэтому, друзья Та работа, которую должны сделать мы Облекитесь смиренно-мудрее Апостол Петр говорит Народу Божьему, Церкви Облекитесь И тогда вот этот Божественный мир Божественный мир Он войдет в твое сердце И тогда, когда человек Он понимает Что такое Божественный мир в сердце И он живет в этом мире Вы знаете, друзья Последующие Последующие события Происходят в жизни у человека Он познает Блаженство Вот этой Божественной жизни Бог дает свою жизнь Внутри нас, друзья Или есть жизнь Или ее нету И естественно Мы сейчас говорим О духовной жизни Божественная жизнь Она в нас И вот как раз Когда человек Он наполненный Этим Божественным миром Человек познает Вот эту Божественную жизнь И она настолько Становится ему интересной Она настолько Становится для него Ценной, друзья Что вот тут Как раз Человек И избирает И вот тут Как раз Человек Он избирает По какому пути Ему идти Человек Зная эти ценности Божественной жизни Он никогда Ни на что Не поменяет Почему сегодня Друзья Отпадают Почему сегодня Уходят Почему сегодня Люди падают Не стоит цель Такая Чтобы их В чем-то Упрекнуть Мы сегодня Друзья Разбираем Это одно слово Облекитесь Смиренно мудрее Это чудесное Божественное слово Облечься Этим Смиренно мудрием Потому что Там огромная Сила И это Нужно Сделать нам А уже Проявление В этой жизни Мы сейчас Говорили Итак, друзья Смиренный Образ Мыслей Это и Есть Смиренный Образ Мыслей Вот этот Правильный Образ Наших Мыслей Это и Есть Смиренно мудрее Это и Смиренно мудрее И вот Эта вот Сила Друзья Вот эта Божья благодать Вот это Смиренно мудрее Друзья Оно также Помогает Человеку Имея Это Смиренно мудрее Оно помогает Человеку В этом мире Видеть себя Ничтожную Ничтожную пылинкою То есть Друзья Это не говорит О том Что мы Какое-то Ничтожество Нет Просто Когда мы Видим Образ Бога И в нашей Жизни Вот эта Божественная Жизнь О которой Мы сейчас Говорили Он Человек Обязательно Он Он просто Обязательно Вы знаете Он придет В это Смирение Когда и человек Он увидит Что в этом мире В этом мире Мужи Божьи Говорили Господи Кто я Таков Кто я Таков Что ты Видишь Меня Что ты Обращаешь На меня Если бы Друзья Сейчас Я уже Приводил Такой Пример Вот где-то Здесь Вот взять Ручку И вот Вот здесь На каком-то Таком Месте Поставить Эту Точку От ручки Взять ручку Вот так вот Поставить Точку Вот это Приблизительно И мы Потом Будем Эту Точку Искать Мы И не Найдем Да потому Что она Такая Маленькая Когда мы Сегодня Говорим Об этой Галактике Когда мы Сегодня Говорим Об этом Всем Небесном Наша Планета Земля Вот это Как эта Точка Поставленная И ее Практически Не видно Но ее Видит Господь Теперь Друзья Мы сейчас Говорим О земле Об этой Планете А теперь Мы С вами В этой Точке Тогда Интересно Кто мы Если Эта Точка Она Настолько Маленькая Во всей Вселенной Наша Планета Земля Есть Есть Некоторые Звезды Планеты Они Они Намного Больше То Теперь Вопрос Кто Я Таков Что Ты Господи Обращаешь На Меня Свое Внимание И вот Как раз Друзья Смиренно Мудрее Оно Помогает Человеку Видеть Себя Этой Пылинкой Этой Пылинкой Поэтому Друзья И наш Ум И наше Сердце Оно Способно Оно Помогает Человеку Вот Как раз Принять Это Божественное Учение Мы Говорили Об Этой Благодати Сейчас Друзья Мы Говорим Вот Это Имея Это Смиренно Мудрее Оно Помогает Человеку Понять Это Божественное Учение Для Человека Оно Будет Сладким Для Человеком Это Будет Единственным За Что Человек Он Будет Хвататься Насколько Друзья Иногда Не Хватает Для Некоторых Наших Дел Наших Некоторых Познаний Насколько Вы Знаете Покупая Какую То Вещь Мы Иногда Даже Не Знаем Как Этой Вещью Пользоваться Такой Приведу Один Пример Вчера В моих Руках Даже Сегодня Днем Были Такие Одни Таблетки Вы Знаете Я их искал В интернете Чтобы Прочитать Я знаю Отчего Они Но У меня Стоял Вопрос До Еды Или После Еды Может Быть Там Было Написано Но Там Не Было Бумажки Да Я Наверняка Не Понял Ничего И Вот Я Искал Чтобы Понять До Или После Чтобы Было Все Правильно То Друзья Не Хватает Информации Не Хватает Информации Если Действительно Мы Увлечены Если Действительно У нас В жизни Есть Эта Цель Вот У нас Есть Одна Цель Приготовить Себя Ко Встрече С Господом И Опять Я Хочу Повториться За Нас Это Никто Не Будет Делать Если У Меня Есть Это Друзья Цель Такая То Вот Как Раз Ум И Мое Сердце Ум И Мое Сердце Оно Будет Способным Способным Друзья Вот Принять Это Божественное Учение Оно Для Тебя Будет Очень Ценным Это Будет Ценная Информация Потому Что Эта Информация Она Укажет Тебе Куда Ити И Как Правильно Поступать Я Хочу Просто Такой Привести Пример Тут Вот Этим Немножко Несколько Месяцев Назад Мы С Братом Борей Почти На Машине Около Пяти Тысяч Километров Мы Проехали За Короткий Примежуток Времени Где Нам Только Не Пришлось Ездить И Вы Знаете Всего Лишь Навсего Но Есть Такая Навигационная Система Она Уже Всем Знакомая Насколько Только Мудрость Человеческая Вот Эта Вот Навигация Поставил Город И Она Ведет Тебя Она Тебе Говорит Заблаговременно За 300 метров До Поворота Приготовься Когда Наступает Поворот Поворачивай Он Тебе Полосу Говорит Все Тебе Говорит То Есть Навигация Которая Ведет Тебя К цели Которую Ты Поставил И Вы Знаете Мы Проехали Столько Это Просто По Человечески Без Нее Это Можно Было Бы Доехать Подошел Бы Спросил Бы А Сколько Бы Поворотов Вы Пропустил Вы Можно Было Бы Все Сделать Но Друзья Мы Сейчас Говорим Мы Сейчас Говорим Ценность Нашего Ума И Нашего Сердца По Отношению Этого Учения Почему Иногда Человек Он Смотрит На Него Как На Слово Божье Он Прекрасно Понимает Это Не Обыкновенная Книга Это Слово Божье Почему Иногда Человек Он Заставляет Себя Читать Почему Иногда Человек Он Не Понимает Ее И Когда Человек Прочитал Он Доволен Что Он Прочитал Но Он Не Вникает В Нее В Это Воскресенье Я был В церкви Города Ярваканди И Вот С Одним Нашим Братом И Вот На Служение Пришел Один Человек И Он Даже Не Вошел В зал Он Встал Послушал 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 Ну Может Быть Минуты Три Четыре Постоял Развернулся И Ушел Просто Развернулся Ушел Этого Человека Я Уже Несколько Раз Несколько Раз Я Уже Видел В таком Положении Потому Что Приходится Ездить Вопрос А что Это С Ним А ты Знаешь Говорит Это У него Такой Вот Характер Такой Вот Характер Самое Интересное То Это Люди Говорят Поместные С Церкви Что Этот Человек Он Не Может Не Зайти В Молитвенный Дом Он Не Может Не Зайти Он Обязательно Зайдет Но Как Только Он Зайдет Две Три Минуты У Него Хватает Терпение Послушать А когда Ты говоришь О правде Об истине Божией А когда Человек Он Видит Себя Не Таковым Вы Знаете Разворачивается И Уходит Ум И Сердце Оно Не Принадлежит Вот Этой Истине Оно Недорого Оно Не Ценно Поэтому Милые Мои Вот Как Раз Человек Имея Это Смиренно Мудрее Он И Преуспевает В Христианских Добродетелях Я Сейчас Не Говорю Друзья О тех Добрых Делах Которые Мы Можем Делать Помочь Дать Снять Рубашку Свою Отдать У кого Нет Вот Как Раз Эти Добрые Дела По Отношению Господу И Человек В своей Жизни Когда Он Облегшись В это Смиренно Мудрее Вы Знаете Друзья Человек Имеет Успех В жизни В этих Добрых Делах Освящение Целомудрее Покаяние Правильные Мысли Вот это Добрые Дела Которые Мы Делаем Во имя Господа Когда Мы Пост Входим Когда Мы Молимся Когда Мы Порабощаем Себя Когда Мы Пленяем Мысли Свои Это Все Добрые Дела По Отношению Чтобы Господу Угодить Не Себе Угодить Это Тогда Когда Мы Отказываемся От себя И пытаемся Угодить Нашему Господу И вот Как раз Человек Он Имеет Колоссальный Успех В этих Христианских Добрых Делах Добрых Делах И вот Ум И сердце Человека Друзья Оно Видит При вот Этом Смиреномудрии 1 Петра 5.5 При таком Положении Человек Он Видит Падение Человеческой Природы Когда Он Себя Не Оправдывает Когда Он Не Вы знаете Не Не Плохие Слова Не Говорит На Этот Мир Потому Что Человек Он Всегда Старается Найти Подобных Себе Но Здесь Один Такой Фактор Это Когда Человек Друзья Когда Человек Он Видит Вот Что Земля Она Грешна Что Земля Она Облеклась Или Она Покрыта Этой Мглою И Этим Мраком И Здравомыслящий Человек Друзья Видя Что Земля Она Подлежит Уничтожению И Вся Земля И Все Дела На Проклятием И Вот Как Раз Человек Он Не Хочет Быть Он Выходит Это И Есть Вопрос Нашего Освящения Вопрос Нашего Освящения Немножко Такой Грубый Пример Но Мне Очень Понравилось Когда Однажды В нашем Молодости Один Из наших Братьев Приводил Такой Пример Один Брат Который Свидетельствовал Про себя Идя По улицам Города Он Увидел Одну Симпатичную Девушку Настолько Она Была Красива Видом Своим Что Вы знаете Она Своей Красотой Она Пленила Его Она Его Пленила И Он Просто Аж Оглянулся Не В том Дело Что Там Вожелал Ее А Просто Эта Красота Она Пленила Его Глаза И Господь Показал Ему Откровение Это же Самое Тело Которое Ты Сейчас Видел Физическими Глазами Оно Очень Красивое И Господь Показал Ему Это Видение Это Тело Которое Вы знаете Оно Мертвое И Оно Разлагающееся И Там Уже Ползающееся Когда Он Бог Показал Ему Он Настолько Пришел Страх И Ужас Что Он Просто Пришел В Трезвое Состояние Бог Показал Ему Что Вся Это Земля И Человек Тире Это Ложь Вы знаете Друзья Это Очень Важно Видеть Видеть Эту Простую Истину Как Понятие Как Мы знаем Что Земля Она Грешная Она Находится Под Этим Князем Мира Этого Это Мы Понимаем Но Мы Должны Видеть Друзья Видеть Такими Глазами Не В том Дело Чтобы Проклинать Ее Или Осуждать Ее Нет Оно Приводит Человека К Такому Состоянию Где Человек Говорит Это Не Моя Родина Это Не Моя Родина Моя Родина Там На Небе Моя Родина Где Мой Господь Живет Друзья И Он Видит Что Эта Земля Она Покрыта Полностью Этим Грехом И Так Как Я Святой Человек Я Хочу Иметь Это Освящение И Вы Знаете Друзья Человек Он Имеет Сравнение И Господь Ему Дает Это Сравнение Потому Что Он Видит Это Разлагающееся И Он Видит Это Нетленное Он Видит Этот Новый Город Иерусалим Поэтому Сердце Его Оно Стремится Туда Однажды Я своими Ушами Слышал Слова Одного Человека Вы Знаете Это Было Еще Далеко В мою Молодость Я Услышал Еще Многих Вещей Я Не Понимал Но Он Сказал Такие Вещи Он Был Членом Церкви Он Был Верующим Человеком И Он Сказал Я Не Хочу Жить Я Не Хочу Существовать Я Хочу Жить На Этой Земле Я Полностью Еще Не Понимал Глубины Этих Слов Но Почему То Мне Стало Страшно Почему То Мне Стало Страшно Когда Человек Вы Знаете На Этой Земле Он Имеет Цель Не Существовать А Вот Именно Я Хочу Жить Я Не Говорю О Том Чтобы Мы Вы Знаете С Домов Наших Выкидывали Всякий Уют Красоту Нет Сохрани Господь Благослови Всех Нас Господь Чтобы У нас Было Всегда Тепло Светло Чисто Уютно Чтобы Нам Всегда Хотелось Идти В Наш Дом Потому Что Это Мое Царство Где Просто Тело Человеческое Оно Отдыхает Тот же Самый Диван Тот же Самый Вы Знаете Стол Тот же Самый Еще Один Кабинет Который Вы Знаете Наш Любимый Все Это Хорошо Друзья Но При Всем Этом Чтобы Не Было Этой Целью Создать Себе Такие Условия Друзья В этом Нет Криминала Но Создавая Себе Условия Для Жизни Ты Просто Забудешь Оно Тебе Не Даст Оно Тебе Не Даст Друзья Поэтому Вот Как Раз Вот Это Знание Вот Это Познание И Когда Человек Облекается В Это Смиренно Мудрее Дает Человек Вот Это Состояние Смириться И Покаяться Смириться И Покаяться Я Представляю Такую Картину Друзья Если Б Христос Вот Он Просто Б Хотел Прийти На Эту Землю В Своей Этой Пышности Но Ведь Практически Его Так И Ожидали Ведь Практически Пророки Они Говорили Что Родится Придет Мессия Спаситель Сын Божий Он Примет Образ Человека И Будет Ходить По Этой Земле И У Человека Были Мысли Что Он Придет В Этой Пышности Он Где То Вы Знаете Будет Хорошее Какие Это Храмы Он Будет Великим И Могущественным И Когда В Этом Ожидании Пришел Он Никто Не Ожидал Никто Даже Не Представлял Что Он Там Где То В Поле Там Где Эти Ясли Куда Заходят Животные Это Там Где Вот Эти Кормушки Где Положено Сено И Вот Они Туда Заходят А Там Ночи Прохладные Были Холодные Они Заходили Туда И Видать Там Эту Травку Или Соломку Они Там Пощипывали Ну Никак Не Ожидали Что Царь Царей Он Придет И Многие Люди Они Интересовались Скажи Покажи Где Живешь И Нам Не Надо Говорить Нам Не Надо Сегодня Много Напоминать Друзья Оно Лежит В нашем Разуме Птицы Имеют Гнезда Лисички Имеют Норги Но Цель Господа Была Совершенно Другая Совершенно Другая Поэтому Друзья Я Не Против Этих Всех Удобств Я Только За Но Самое Страшное Понимаете Когда Я Увлечен Когда Это На Моем Первом Месте Когда Я Вы знаете Настолько Увлечен Что Я Забываю Все И Про Всех Я Забываю Про Всех Я Забываю Поэтому Друзья Когда Человек Он Облегшись Смиренно Мудрее Такое Последнее Качество И мы Перейдем Друзья Ко второму Вопросу О котором Я Говорил От Человека От Человека Отступает Или Отходит Вот это Мнение Которое Он Имеет Оно Называется Самомнение При Наличии Смиренно Мудрее Когда Человек Облегшись Смиренно Мудрием От Него Отступает Вот это Самомнение Каков Ты Мне Недавно Понравилась Одна Мысль Одна Из Сестер Я Сказал Такие Слова Ты знаешь Говорю Я сам Такой Как Ты Я сам Такой Как Ты Потому Чем Больше Я Стараюсь Вникать Слово Божие Не Просто Читать А Вникать Чем Больше Я Это Делаю Тем Больше Я Познаю Что Я Вообще Ничего Не Знаю Это Просто Страшно Господи Чем Больше Начинаешь Читать Я Это Говорят Всего Сердца Я Стою Перед Богом Мне Становится Страшно Становится Страшно И Говорю Господи Если Ты Если Ты Не Сохранишь Если Ты Не Помилуешь Если Ты Не Даш Силы Господи То Что Я Человек Что Я Человек Перед Тобою Господи Когда Вникаешь В Глубину Когда Вникаешь В эту Правду Божию Она Для Тебя Дорого Ты Видишь В ней Цель Своей Жизни Потому Что Это Действительно Это Навигация Которая Помогает Тебе Пройти Все Эти Подводные Камни Которая Поможет Пройти Тебе Друзья И Проведет Тебе К Царству Небесному И Потом Появится Такой Флажок И Настанет Тот День И Скажет Ты Пришел Ты Пришел Как Страшно Друзья Когда Вы Знаете Будучи В церкви Как Страшно Когда Долгие Годы Ходил На Собрание Как Страшно Вы Знаете Думая Что Ты На Правильном Пути А Твой Конец И Перед Тобою Закрытые Двери Перед Тобою Закрытые Двери Я Очень Хорошо Знаю Этого Человека Это Не Будет Новое Я Напомню Только Старое Которое Уже В наших Проповедях Уже Озвучивался Этот Случай Один Из Братьев Который Имел Одну Цель Встретиться С Господом И Господь Послал Ему Откровение Когда Он Подошел К Небесным Воротам И Начал Стучать Я Знаю Хорошо Этого Человека Он Действительно Когда Он Говорил Проповедь От Его Проповеди Зажигалось Все Собрание Просто Люди Они Вы Знаете Сходила Сила Божья Благословение Божье Сходило Люди Они Приходили В Молитвенное Состояние И Народ Каялся Это Очень Ценно Друзья Он Нес Служение И Не Просто Там Якон Просвитер У Него Сан Был Выше И Когда Господь Пришел Великий Проповедник С этой Земли Он Сказал Правду По-человечески Он Сказал Правду Но Двери Ему Никто Не Открыл Он Сам Себе Подумал Что Я Где-то Что-то Наверное Переборщил Он Просто Назвал Проповедник Дверь Ему Никто Не Открыл Он Отошел В Сторон И Думал Что Я Должен Сказать И Увидел Сестру Старушку Которая Шла И Подходила А Теперь Говорит Я Ее Послушаю Что Она Скажет Она Подошла Постучала В Двери И Был Задан Вопрос Кто Там Это Бывшая Грешница А Мытая Кровью Иисуса Христа Она Пришла Домой И Двери Открылись Перед Ней Он Проснулся Он Проснулся Он Каялся Он Плакал Перед Богом У Этого Человека Было Мнение О Себе Друзья У Нас Есть Мнение О Себе Обязательно Есть Мы Иногда Знаем Цену Себе Мы Иногда Вы Знаете Знаем На Что Мы Способны Но Есть Такая Одна Простая Истина Если Бы Не Господь Наши Руки Иногда Они Делают С закрытыми Глазами И Делают Все Успешно С Закрытыми Глазами Мы Можем Делать Большие Дела Друзья Может Быть Уста Наши Они Настолько Вы Знаете Правильно Поставленные И Речь Твоя Правильная Настолько Грамотная Настолько Она Может Быть Сильная Которую Человек Темы Излагает Ах Какие Прекрасные Высказывания Но Может быть Подчиняясь Может быть Он Где-то Лицемерит Может Быть Он Но Друзья Есть Одна Истина Что Этот Служитель Он Будет Отвечать Перед Богом Поверьте Если Член Церкви Он Будет Отвечать За Себя О том Каким Он Был В Обществе А Каким Мы В Обществе Мы Еще Будем Отвечать За Некоторых Людей Потому Что Может Быть Моя Жизнь Мое Поведение Оно Привлекло Или Оно Было Соблазном Для Кого-то Мы Еще За Это Будем Отвечать Но Служителя Это Бедные Люди Поверьте Друзья Которые Будут Отвечать Намного Больше Намного Больше Поэтому Бог Им Судья Бог Будет С ними Разбираться Задача Смиренного Человека Подчиняться Если Идет Нарушение Против Слова Божьего И против Истины Ты Можешь С ним Не Соглашаться Но Когда Есть Некоторые Вопросы Когда Служителя Они Начинают Говорить Людям Правду Или Есть Какие Это Обличения Или Подходят Говорят Человеку Мы Сегодня Дошли До Такого Состояния Друзья Что Люди Они Обижаются И Проходят Мимо И Проходят Мимо В Мыслях Своих Они Осуждают Среди Каких-то Таких Собраний Таких Среди Друзей Они Их Осуждают Они О них Говорят Они Находят Тьму Различных Вещей Которые Да Действительно Но Это Все Видит Господь Это Все Видит Господь Я не пытаюсь Никого Вы знаете Друзья Напугать Сегодня Но Самое Страшное Много Духом Святым И Слово Божие Об этом Говорит Гнев Божий Будет На этих Людях И На этих Семьях Которые Поносят Которые Поносят И так Друзья Второе Полустишье Так же И младшие Повинуйтесь Пастырям Все же Подчиняясь Друг Другу Как Хочется Коснуться Еще Этого Вопроса Облекитесь Смиреномудрием Потому Что Бог Гордым Противится А Смиренным Дает Благодать И так Друзья Мы Сейчас Говорили Очень Важное Очень Важное Вторую Половину Нашего Служения Мы Коснемся Вопроса Друзья Гордости Гордости О ее Качествах В чем Она Может Проявляться В нашей Жизни Это Опасная Опасная Греховная Страсть Мы Понимаем Что Такое Страсть Страсть К чему То Страсть Каким То Играм Страсть Может Быть Какому То Виду Спорта Настолько Человек Больной Страсть Может Быть Каким То Просмотром Каких То Сериалов Страсть Пойти На Рыбалку Но Говоря О Гордости Друзья Это Страсть Это Настолько Человек Он Уже Увлечен Это Настолько Человек Друзья Он Уже Находится В этой Страсти Что Практически Ему Кажется Или Даже Со Стороны Он Даже Не Может Выйти Он Не Может Выйти Друзья Это Нематериальный Друзья Это Духовный Мир Это Нематериальный Это Духовный Мир И От Этого Духовного Мира Друзья Оно И Происходит У нас Противление Господа К нам Бог Никак Не Может Смириться Бог Никак Не Может Когда Человек Встает И Говорит Господи У Меня Такой Характер Некоторые Осмеливаются Они Подходят И Говорят Ты Видишь Какой Я Да Я Вижу Я Не Слепой Пожалуйста Люби Меня Таковым Какой Я Есть Прими Меня В свое Сердце Таков Какой Я Есть Вы Знаете Друзья Можно Можно Сегодня Закрыть Свои Глаза Можно Сегодня Кстати Сегодня Я и хотел Сегодня Коснуться Ну Это Тоже Будет Вы Знаете Гордость Когда Люди Они Делают Предприятное Людям Закрывают Свои Глаза Закрывают Потому Что Когда Человек Начинает Говорить Правду И Истину Его Мало Кто Любит Его Мало Кто Хочет Чтобы Он Стоял На Этом Месте Они Даже Боятся Уже Потому Что Как Только Этот Человек Он Выходит Они Уже Знают О чем Он У каждого Проповедника Есть Свой Почерк Есть Свой Почерк У Кого Так Красивый Почерк Рассказывает Начитается Книжек И Рассказывает Много Примеров Они Настолько Интересные И Вы Знаете Такая Проповедь Она Хорошо Запоминается Но Как Только Начинаешь Говорить О Каких Истинах О Какой То Правде И Когда Это Касается Нашего Духа Сердца Ух Опять Ух Опять Он О Своем Ух Опять Он О Своем И Так Друзья Это Духовный Мир Который Происходит Внутри Нас Вы Знаете Друзья Вот Блуд Который И Сребролюбие Это Такая Страсть Это Такая Имеет Такую Силу Это Такое Тянет Человека Оно Все Понятно Оно Все Понятно Друзья Что Вы Знаете Человека Тянет Вот Разговаривая С человеком Вот Даже Вот С братом С верующим Или С кем Быто Не было И Вот Как Только Я Заметил Совсем Недавно Заметил Совсем Недавно Разговаривая С одним Человеком Были Мы В одном Заведении Сидели Мы Кушали И Официант Подошел Пищу Нашу Принес На стол И Я Обратил Внимание Что Брат Он Так Вот Ну Подошел Спасибо Большое И Смотришь На Пищу Да А Помимо Этого Еще Она Пошла К себе За прилавок И Взгляд Он Даже Забыл Что Мы Вместе Сидим Вот Настолько Человек Это Все Видно Но Мы Сейчас Говорим Друзья О том Что Вот Это Вот Друзья Состояние Оно Внутреннего Твоего Мира Внутреннего Твоего Мира Друзья Как Гордость Тянет К Наслаждением Гордость Тянет К Наслаждению Вот Этого Своего Вот Этого Мертвого Я Гордость Она Тянет Чтобы Мое Мертвое Это Я Оно Получило Вот Эту Пищу Оно Получило Это Наслаждение И Самое Еще Страшное Друзья Что Вот Эта Гордость Она Превращает Человека Врагом Богу Человек Угождает Себе Он Питает Свое Я Своей Гордостью Но Друзья Человек Забывает Что Вот Эта Гордость Она Просто Напросто Она Превращает Человека В этого Зверя Она Превращает Этого Человека Во врага Богу Почему Потому Что Бог Бог Это Есть Любовь И Бог Это Само Смирение Это Совершенно Разные Вещи Это Совершенно Противоположные Друг Другу Друзья Поэтому Петр И Обращаясь К нам Петр И Обращаясь К нам Друзья Чтобы Нам Помоги Нам Господь Понять Эту Духовную Сторону Духовную Сторону Что Вот Эта Гордость Она Строит Она Строитель Гордость Это Фирма Это Такая Фирма Которая Вы Знаете Она Строит Всю Жизнь Человеческую Для Себя Для Себя Вот Есть Некоторые Вещи Которые Я Даже Приведу Такие Некоторые Примеры Каждый Из Нас Он Строит Строит Но Как Хорошо Тогда Друзья Когда Человек Когда Человек Он Смотрит Немножко По Сторонам Смотрит По Сторонам Смотрит По Сторонам И Думает Если Я Сделаю Так А Как Этот Человек Он Примет А Как Человек Он Не Соблазнится А Как Мой Внешний Вид Или Еще Что Может Бы Действительно Мое Вот Это Поведение Или Мои Слова Они Кого Ранят Гордый Человек Он Даже На Это Это Строительство Друзья Тогда Когда Он Делает Так Как Ему Хорошо Так Как Ему Выгодно Так Как Ему Уютно И Приятно И Простите За это Грубое Слово Ему Просто Чхать Ему Чхать Нарядом Сидящего Человека Я Пришел На Собрание Я Предупреждаю Я Никого Не имею Ввиду А Кто-то Сел На Мое Место Кто-то Сел На Мое У Меня Внутри Какое-то Раздражение Какое-то Раздражение Это Мое Ты Что Не Видишь Что Я Тут Сижу Вы Что Не Заметили Уже Конечно Друзья Уже Настолько Привыкли И Уже Каждый Старается Каждый Старается Но Если Где-то Что-то Случается Давайте Обратим Внимание На Себя Какое Строительство В нас И Что Происходит И Так Друзья Гордость Она Строит Всю Жизнь Нашу Чтобы Нашему Я Было Хорошо И Уютно Гордость Друзья Это Состояние Мы Сейчас Так Говорим Просто Прообразно Это Состояние Нашей Души Это Состояние Нашей Души Друзья Это Тогда Когда Наша Душа Она Наполнена Различным Или Таким Вот Вы Знаете Обманом Живет Она Этим Обманом Она Наполнена Этим Обманом И Там Уже Глаза Закрытые И Там Просто Жизнь Этого Обмана Она Внутри У Человека И Человек Настолько Он Становится Слепой Настолько Человек Он Становится Самолюбивым Друзья И Он Живет В Этим Обманом Обманывает Сам Себя Поэтому Ему Не Нравится Поэтому Иногда Вы Знаете Хотелось Слушать Такие Слова Которые Льстили Нашим Ушам Которые Были Немножко Приятные Было Нашему Взгляду Или Нашему Духу Ну Почему Ну Почему Ну Почему Всегда Об одном И том же Поэтому Друзья Вы Знаете Апостол Павел Однажды Сказал Такие Слова Я Чист От Крови Он Знал Что Он Будет Нести Ответственность И Он Сказал Такие Слова Что Я Чист От Своей Крови Я Чист От Крови Вашей То Я Вам Преподал Я Вам Открыл Всю Эту Правду Божию Всю Правду Божию Мне Очень Понравилось Это Было Некоторое Время Назад Когда У Нас На Нашем Братском Совете Когда Сейчас Тоже Братья Ездят Тоже Братья Посещают Церкви Но Раньше График Намного Был Плотнее Сейчас Уже Слава Богу Почти Во всех Церквях Есть Братья Служители Только Так Братья Ездят Помогают Подсказывают Где-то Поправить Надо Где-то Служителю Подсказать Надо Но Вы знаете Друзья Вот Братья Сели И Зная Характер Многих Людей Знают Что Если Ты Подойдешь С этим Вопросом Народ Может Уйти Народ Может Разочароваться Один Из братьев Слава Богу Не из Наших Братьев Он Осмелился И сказал Такие Слова Если Я Это Буду Говорить Людям Об Об этом Они Не Придут На Собрание Это Страшно Они Не Придут Если Я Скажу Это Молодежи Они С Церкви Уйдут А Я Не Хочу Чтоб Это Не Было Иногда Родители Они Обманывают Сами Себя Ребенок Пришел В Церковь И Родитель Такой Довольный Такой Счастливый И Вы Знаете У Него Глаза Уже Буквально На Все Они Закрыты Он Сидит На Лавочке Или Сидит В Хоре И Слава Господу Но Есть Некоторые Родители Которые Недовольны Да Он Сидит В Хоре Это Очень Хорошо Это Очень Хорошо Поэтому Помоги Нам Господь Душа Она Живет Этим Обманом Вы Знаете Друзья Душа Она Живет В Этом Мире Который Строит И Выдумывает Сам Для Себя То Есть Человек Он Выдумывает Сам Для Себя Это Уже Не Божья Это Уже Не Божья Сторона Это Уже Не Слово Которое Оно Ведет И Подводит Человека К Этой Истине Поэтому Этот Путь Как Для Нашей Плоти Друзья Он Очень Тяжелый Он Тернистый Он Очень Узкий А для Нашей Плоти Он Нужен Чтоб Это Было Широко Чтоб Это Было Свежий Воздух Был Чтоб Это Было Настолько Приятно И Человек Он Выдумывает Человек Он Строит Он Строит Все Сам Для Себя Этот Мир О котором Мы сейчас Говорим Он Называется Мертвым Миром И Бога Там Нет Бог Никак Не Может Согласиться С этим И так Друзья У гордого Человека У Гордого Человека Ему Всегда Кажется Что Вокруг Все Так Пусто Пустоту Говорят Люди Да Зачем Уже Опять Я Возвращаюсь К этому Он Видит Только Одну Пустоту У Него Нет Уже Этого Интереса Это Состояние Гордого Человека Потому Что Внутри У него У самого Просто Все Пусто Поэтому Вначале И было Сказано Друзья И было Сказано Что Когда Человек Он Имея Какие-то Какие-то Такие Вот Вещи Чем Он Запачканный Ему Кажется Что И все Запачканные И Поэтому У Такого Человека Полная Пустота И Он Ничто Его Не Привлекает Ну Ничто Его Даже Мне кажется Его Не Привлечет Когда Мертвый Из Гробов Станет Его Даже Это Не Привлечет Может Быть На Несколько Дней Он И Возрадуется Может Быть Это Приведет Его В чувства Какие-то Но Но Друзья Когда Внутри Человека Пусто Он Вокруг Себ Видит Больше Ничего Короче Друзья Это Смертельная Болезнь Это Смертельная Болезнь Где Она Живет В Духе Человеческом Это Духовная Сторона Поэтому Друзья Есть Симптомы Любая Болезнь Она Имеет Свои Симптомы Не Надо Сегодня Говорить Что Такое Симптомы Допустим Вот Я лично Такой Маленький Приведу Пример Я Уже Приводил Эти Примеры Как Только Мое Тело Где-то Там Простыло Я Уже Знаю Что У меня У меня У меня Уже Симптомы У меня Идет Горячий Воздух С моего Носа Вот Уже Горячий Воздух Идет Я Уже Знаю Все Значит Я Где-то Что-то Чего-то Чего-то У Гордого Человека Лучше Всех Человек Пытается Быть Лучше Всех Человек Он Пытается Быть В центре Каких-то Событий Человек Пытается Чтобы Мнение Чтобы Мнение Его Оно Было Или Даже С ним Считалось Считались С его Мнением А вдруг Вы знаете А вдруг Кто-то Еще Что-то Скажет И Вот Как раз Симптомы Гордого Человека Ему Хочется Чтобы Его Мнение Оно Было Единственным Многие Кто-то Что-то Высказал Но Мое Мнение Оно Единственное И Правильное Обратите Внимание Друзья Быть Лучше Всех Чтобы Вы знаете В центре Быть Всех Событий И Чтобы Мое Мнение Оно Было Единственное Потому Что Оно Правильное Это Симптомы Это Симптомы Друзья И Вот Как раз Люди Многие Они Задают Такой Вопрос Который Мне Сегодня Хочется Себе И Вам Задать Вопрос Такой Это Слабость Или Грех Ведь Такое Может Быть В нашей Жизни Друзья Где Мы Вы Знаете Настолько Увлечены Этим Настолько Увлечены Этим Зная Нас То есть Зная Себя И Зная Себе Эту Цену Ведь Действительно Понимаете Друзья Человек Он может Говорить Какие-то Ценные Вещи Советы Сестры Сестрам Или Еще что-то Или Братья Или Вообще Какие-то Ценные Советы И Вы Представляете Друзья Кто-то Не Принял Вашего Совета А Совет Действительно Путевый Был Хороший Совет Был И Вашего Совета Оно Не Приняли И Вот Здесь Появилась У Человека У Человека Какая-то Такая Вот Вы Знаете Друзья Состояние Где Пришла Печаль Печаль Почему Почему Я Сказал И Почему Он Не Услышал Меня Почему И И Вот Как раз Друзья Вот Это Слабость Это Или Это Грех Если Говорит Друзья Это Грех Это Не Слабость Человеческая Иногда Вы Знаете Хочется Сказать Что Это Слабость Человеческая Это Какой-то Человеческий Недостаток Это Какое-то Вы Знаете Упущенное В свое Время Воспитание Кто-то Кого-то Не Доучил Кто-то Кому-то Не Преподал Хочется На Это Списать Вот Почему Вначале И Было Сказано Господи А Ты Что Не Видишь Господи А Ты Что Не Знаешь Братья Да Поймите же Это Из-за Него Или Из-за Нее Я Попал В Такое Состояние Оно Меня Привлекло И Вот Как раз Друзья Кажется Что Это Такая Человеческая Слабость И Поэтому Стоит Вопрос Слабость Это Или Грех На Основании Слова Божьего Друзья Это Грех Это Грех Это Никакое Не Упущение Это То С чем Мы Должны Бороться Это То Друзья На Что Мы Должны Обращать Своё Внимание И Вот Как раз Библия Оно И Называет Вот Гордость Страшным Грехом Потому Что Там Коснулось Твоего Я Имея Самомнение И Зная И Действительно Это Был Правильный Совет Но Его Проигнорировали И Тебе Стало Обидно Поэтому Друзья Вот Этот Грех Он Будет Осужден Этот Грех Он Будет Осужден Вместе С Дьяволом Дьявол Он Будет На Суде И Вот Этот Грех Гордость Друзья Он Будет Также На Суде Третья глава Шестой Стих Мы Не Будем Читать Если Братья Откроют Пожалуйста Итак Друзья Гордость Гордость Следующая Гордость Это Ссоры Это Распри Это Разногласия Если Ты Любишь Ссориться Если Ты Любишь Вы Знаете Где-то С кем-то Спорить Или Пересуды Какие-то Есть Такой Один Вопрос Где Люди Они Не Могут Отличить Говорить Или Судить Где Вот Эта Тонкая Грань Где Вот Эта Тонкая Грань Чтобы Человека Не Осудить Но И Вы Знаете Сказать Правду Про Этого Человека Когда Человек Он Видит Человека Друзья Видит Человека И Если Он Сердце Своем Помыслил Вот Ты Сам В Этом Виноват Вот Тебе Говорили Тебе Советовали А Ты Не Принял Моего Совета Вот Поэтому Так Вот С тобой И Получилось Вы Знаете Может Быть Практически Вы Правы Вы Правы Но Вот Как Раз Это И Есть Суд Когда Человек Он Выносит Свой Вердикт По Этому Человеку У Меня Постоянно В памяти Друзья Вы Знаете Это Событие Когда Давид Вошел В Пещеру К Саулу К Который Зашел Туда По Нужде Это Нужно Было Настолько Подойти Близко Что Отрезать Край Одежды Помни Такой Случай Был И Если Бы Он Вот На Том Месте Просто Бы Положил Руку Свою На Этого Человека От Которого Отступил Господь Он Бы Не Сделал Никакого Преступления Но В Его Сердце В Его Сердце Он Знал Что Этот Человек В Своё Время Он Был Помазан Богом В Эти Цари Он Знал Что От Него Бог Отступил И Он Видел Своими Глазами Потому Что У Него Были Масса Телохранителей Которые Его Охраняли И Подойти Настолько Близко Дважды Подойти И Отрезать Край Одежды Это Одно Мгновение Давид Был Профессионалом Чтобы Забрать Жизнь У Этого Человека Но Он Не Поднял Руки На Помазан Божия Он Не Пытался Его Осудить Он Не Пытался Поднять Руки Своей Да Будет Господь Тебе Судьею И Все И Вот Поэтому Друзья Вот Эта Гордость Она Она Всегда Приводит Человека К Ссорам Она Приводит К Человеку Вы Знаете Друзья К Таким Вот Крас Прям Где Человек Он Не Согласен Он Не Может Согласиться С Этим Он Он Согласен Судить Пересуды Он Согласен Судиться С этим Человеком Даже Вплоть До Властей Доходить И Еще Друзья Гордость Это Тогда Когда Человек Он Вот Имеет Такое Лукавое Подозрение Лукавое Подозрение На Человека Не Может Быть Не Зная Может Быть Вы знаете Ему Показалось Ему Послышалось Кто То Принес На Ухо Что То Сказал И Вот Когда Твои Уши Или Глаза Что То Увидели Где То Человек Прошелся Где То Человек Где То Стоял Может Быть С Кем То Разговаривал И Вы Представляете Сразу Приходят Мысли Сразу Приходят Мысли Они Называются Лукавые Мысли Пришли В гости Что-то Сказали Какой Человек Негодный Лукавые Подозрения А потом Когда Человек Он Приходит К человеку И Открывает Ему Свою Некую Тайну Говорит Брат Скажи Пожалуйста Вот Так И так И так Скажи Это правда Или неправда Он говорит Брат Дорогой Или Сестра Дорогая Так Это Я Встретился Это Я Совершенно Это Было При Таких Обстоятельствах Друзья Я Знаю Себя Ловил На Некоторых Вопросах Поэтому Иногда Когда Приходят Тебе Дают Какую То Информацию Я Ее Принял Но Я Не Вошел В Нее До Того Момента Пока Не Подойду К Человеку И Не Спрошу Лично Потому Что Вот Эти Лукавые Подозрения Друзья Они Приводят Человека В Такое Состояние Где Человек Выносит Вердикт Суд Не Зная Этой Тайны Гордость Это Лицемерие Это То О чем Я Немножко Говорил Можно Закрыть Глаза Можно Вы знаете Посмотреть А это Сын Это Дочь Служителя Или Еще Что Или Вы знаете Друзья Говорить Какую То Правду И Чтобы Люди Ходили На Разбор Слова Чтобы Люди Любили Твои Проповеди Нужно Льстить Нужно Говорить Людям Что У них Все В Порядке Что У них Все Хорошо Поэтому Друзья Церковь Она Будет Переполненная Когда Мы Будем Льстить Друг Другу Когда Мы Будем Лицемерить Когда Мы Видим Брата Что Он Грешит И Мы Закроем На это Глаза Не Подойдем И Не Скажем Брат Ты Виноват Ты Не Прав В этом Мы Готовы На Все Но Лишь бы Только О У тебя К Нему А Ты Перед Ним Такой Приходи Ко Мне В гости А Сам Думаешь Не Вздумай Согласиться Не Вздумай Принять Мое Прихлашение Сохрани Господь От Этого Друзья Дальше Друзья Иногда Страшное Происходит Церкви Почему Друзья Потому Что Гордым Иногда Людям Потворствуют Вот Как Раз То О чем Сейчас И Было Сказано Они Потворствуют Они Стараются Их Не Трогать Стараются Их Не Трогать Друзья Это Гордость Это Работа Всю Гордость Потому Что Когда Ты Тронешь Этого Человека Ты Будешь Знать С Кем Ты Имеешь Дело Ты Будешь Знать С Кем Ты Имеешь Дело Поэтому Чтобы У Тебя И Характеристика Была Хорошая И Чтобы Ничего Тебя Не Касалося Вы знаете Люди Стараются Люди Стараются Закрывать На это Глаза Чтобы О тебе Плохо Не Подумали А потом Еще Не дай Бог Что-то О тебе Сказали Другому Не Иди К этому Человеку Не Иди К этому Человеку Саул Дошел До Такого Состояния Друзья Вы Знаете Что Он Просил Самуила Почти Меня Перед Народом Он Уже Знал Он Все Уже Почти Меня Перед Народом Но Это Был Божий Который Был Друзья Облечен В силу И могущество Господа И Он Не Пошел На поводу У этого Человека Вот К чему Приходят Эти люди Друзья Они Обидчивые Они Мстительные Они Непримирительные Они Не Идут На мир Они Не Хотят Примириться Друзья Вот Эти Все Даже Уже Не Симптомы Друзья А Это Уже Плоды Этой Гордости Что Они Не Согласны Пойти Попросить Прощение Примириться С Человеком Такой Вот Вопрос Друзья Уже Неоднократно Говорилось Что Обидчивость Обидчивость Друзья Это Признак Гордости Если Б Это Было Какое Одно Направление Одно Направление То Можно Было Как То Вы Знаете Сказать Гордость Это Вот Это А вот Как раз Гордость Она Имеет Такой Букет Что Вы Знаете Друзья Настолько Человек Он Наполненный И Вот Как Раз Друзья Обидчивость Это Это Признак Это Одно Из Частей Этой Гордости Потому Что Гордость Она Состоит Из Многих Частей Мы Сейчас О Некоторых Этих Частях Говорили Поэтому Вот Хочется Такой Один Пример Вспомню Друзья Что У Давида Такой Пример Что У него Был Один Советник Ахитофел Кто Читает Библию Тот Помнит И Вот Этот Ахитофел Он Настолько Привык Настолько Привык Это Действительно Был Умный Грамотный Человек Что Он Был Советником У Давида И Он Настолько Привык Что Царь Давид Он Настолько Уже Привык К этому Царь Давид Он Уже Соглашается Он Дал ему Совет А он Согласился И Уже Вы Знаете Настолько Ко Всему Этому Привык Привык Что С его Словами Считаются И Вы знаете И люди Это Видят И он Настолько Уже В этом Вырос Настолько Это У него Уже Укоренилось И Наступило Такое Горькое Время Что Вы знаете Ависолом Он Пошел Против Своего Отца И Самое Страшное Что Вот Этот Ахитофел Он Переходит На Сторону Ависолома На Сторону Ависолома И Вы знаете Дает ему Такой Один Совет Как Правильно Погубить Давида Вот Дает ему Совет Ахитофел Дает Совет Совет Этому Ависолому Как правильно Погубить Своего Отца Но Этот Сын Ависолом Он Не Вы знаете Принял Этот совет Но Послушался Совершенно Другого Человека Хусия Он Послушался Его И Сделал Так Как Этот Посоветовал Ему Человек И Вы Представляете Что Случилось С этим Человеком Вот Как Раз С этим Ахитофелом Он Пошел Кто Помнит И Повесился Все Вы Представляете Друзья Обида 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 Поэтому Помоги Нам Господь Друзья Помоги Нам Господь Чтобы Вот Это Вот Чтобы С нами Этого Не Случилось Чтобы То О чем Мы Сейчас Говорили Даже Если Даже Если Мы Можем Правильно Говорить Чтобы Вы Знаете Мы Были На Правильном Положении И На Правильной Ступени Чтобы К Нашим Советам К Нашим Мыслям Зная Себя Друзья Зная Свой Какой-то Духовный Опыт Даже Если Не Тебя Выбрали Друзья Мы Должны Быть Даже Если Мы Богатые В Каких-то Вы Знаете Таких Жизненных Примерах Сохрани Нас Господь Итак Друзья Гордые Они Любят Они Любят Перствовать То есть Они Любят Быть Первыми Их Хотят Чтобы Они Были Они В Толпе Или В Разговорах Они Перебивают Они Хотят Где-то С кем-то Общаться И Вы Знаете Кто-то Сидит Молчит Потому Что Есть Человек Которого Мы Должны Слушать И Даже И Даже Этот Человек Без Сякого Стеснения Он Может Проговорить Весь Вечер Не Давая Никому Возможности Высказать Или Сказать Он Готов Кого-то Перебить Он Готов Не Дослушать Это Все Гордость Гордость Друзья Мы Сейчас Будем Молиться Нашему Господу Чтобы Господь Помог Нам Мы Где-то Половину Прошли Ну Если Даст Бог Время Мы Потом Еще Коснемся Этого Вопроса Мы Помолимся Нашему Господу Чтобы Господь Дал Нам Силы Облечься Смиренно Мудрее Потому Что Без Этого Друзья Уже Характеристика Гордого Человека А Гордым Бог Противится А Смиренным Дает Свою Благодать Встанем Помолимся Друзья 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 Друзья